Ну что, первая ночь в Андорре прошла, полет идет нормально, выспался хорошо, тепло, удобно, уютно. Скоро поедем в какой-то маленький городок, а тем временем тут наконец-то видно из окна все, что здесь существует. Если бы еще не этот кран, забраться бы на эти горы. Ванная комната с полотенцами всякими, шампунь, гель, мыло, даже есть пиде. Нормальный такой отель. Пока моя компания ходит по отелям, мне приходится блуждать вокруг да около, по каким-то портальчикам Андорры. В общем, есть здесь где поблуждать. Никогда не видел столько Иисусов Христов в одном месте. Тут их просто огромное количество. Самых разнообразных стилей, форм, с руками, без. Реально очень много. И много икон. Некоторые из нас уже здесь прикладываются к ним. Субтитры создавал DimaTorzok Куда они побежали? Я готов. Снимаю. Олена, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления от увиденного. Дуже-дуже яскравые великие горы. Я левча. Дуже много ялиночек, яскравых домиков. Я в сухойской домике. Хатинок. Я первый раз интервью даю в Андорре. Так вот. Для фантастики. Так вот. Опа. Глепа. Я по-всякому умею. Действующая католическая церковь. Действующая католическая церковь. Так вот зайти. Люди, знаешь, которые молятся так поздно. А можно, друзья, с первой дня ступенечка? Да. Но как-то снизу, чтобы было чуть-чуть видно, знаю. Погода в Андорре просто прекрасная. Не опугали, что тут будет холодно. Все-таки горнолыжный курорт. Вы увидите сами, какое здесь солнце. В принципе, если зайти в тень, то оно становится немножко прохладно. Но на солнце даже жарко. Вот такой вот климат горнолыжный. А теперь мы находимся на одном из местных катаний на лыжах. Правда, сейчас еще снега нету. И сезон не открыт. Поэтому все это выглядит немного странно. Подъемники, базы, достаточно пусто. Но красота здесь, конечно, неописуемая. Раздолье для лыжников. Какая-то книжка валяется. Интересно. Возьму. Пригодится. Возьму. Продолжение следует. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не торопись, и да, считай только раз, до десяти, и будет все, но не сразу. Подожди, представь, у нас впереди будет целое лето. Давай сбежим, и нас никто не заметит, я и ты. Да сейчас уже, чтоб еще вборщиться. Лена! Ну что, я и вборщиться? Какое-то обмение. Какое-то жопное. Наконец-то мужчину можно взять, ему мужской туалет. Какой-то обед. Попытаюсь снять деньги в очередном банкомате. В одном мне это сделать не удалось. Это непонятная причина, и деньги мне давать отказался. Поэтому пробую сейчас вот здесь. Пароль вам я свой не покажу. Что здесь надо нажимать? Может быть это? Нет, снова ничего не получилось. Какая-то засада. Где же найти нормальный банкомат? Третья попытка снять деньги в андоргском банкомате. О, тут же есть русский язык. Допустим, вот так вот. Счет кредитной карты. Желаем. Вот, видите. Заберите свой карту. О, деньги есть. Надо же. Я уже думал, что вот они родимые еврики. Наконец-то с третьей попытки мне это удалось. Супер. Теперь я богат и я могу здесь все купить. Потому что в андоре все очень дешевое. А вот здесь наткнулся на какой-то совершенно непонятной детскую площадку. Что там делают дети? Абсолютно непонятно. Ну, играют кто во что на обычной большой такой асфальтированной площади. Скола, примария. Ну, типа, primary school, я так понимаю. Детский сад. Проследим за ними немножко. Все это, видите, за таким забором, чтобы не пролезла даже птичка. Да, тут водопадик такой имеется. Небольшой. Сложно представить, как живется людям вообще в таких райских местечках. Кажется, сюда можно приезжать только отдыхать. Просто рай какой-то на земле. Наконец-то приехали в наш отель. Сейчас свободное время и многие планируют идти на шопинг. Но пока не знаю, идти на шопинг или нет. Я ненавижу шопинг. Но сидеть в отеле тоже не выход. Надо подумать. Там еще должно быть одно посадочное место. Нету? Нету? Вот ужас. Наш скромный ужин в Андорре. Устрицы? Кто устриц? Кто устриц? Баба! Ах, эти устрицы, как они нам надоели уже. Видеть их не могу. С Днём Рожение. С Днём Рожения. С Днём Рожения. А, на дачу? 1892 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова